Значит, я сегодня хотела поговорить на тему, которая постоянно звучит о выступлениях наших уважаемых участников конференции и как бы продолжит, может быть, где-то объединить про какую-то информацию, которая дала бы вам, ну, предложит как бы некий выход из каких-то ситуаций, в которые здесь могли не оговориться, или были непонятны, были вопросы. Значит, вот по поводу изменения парадигмы мышления, да, это в его отношении. Вот, значит, позитивное мышление, как бы тоже часто звучит, информация об этом, о неких информационных блоках, которые существуют параллельно с нашим телом, тоже был разговор. Значит, я вообще меньше теоретик, больше практик, это так, в последнее время чаще стала выступать. Вот, потому что произошла какая-то прошлая ступенечка осмысления. Значит, те практики, которыми я занимаюсь, как раз объединяют работу с телом, с энергиями и с сознанием. В свое время я начинала работать с того, что работала экстрасенсом, с бесконтактным воздействием, бесконтактной работой. Значит, получив знания и навыки в плане работы с телом, у меня возникла потребность, а как же объединить, почему я, поработав человеком, должна его отправить к массажисту, потому что при этом идет более глубокая проработка, и как бы это все объединить. И я встретила в своей жизни замечательного учительа Азуева Евгения Осича, и на основании вот его методики, которая практически в себе объединяла работу массажиста и экстрасенса, вот на основании этой работы, значит, и возникло то, что я сейчас, чем я сейчас занимаюсь. Значит, чем отличается эта методика от многих? Значит, тем, что здесь мы через тело выходим на работу с сознанием. Значит, и как бы к теме моего доклада «Позитивное сознание. Воздоровление». Значит, для того, чтобы сознание стало наше позитивное или изменилась парадигма, сознание нам нужно просто побольше узнать о себе, о любимых, да, с чем, что у нас связано. Значит, как говорил очень уважаемый человек Парацельс, нет неизлечимых пациентов, есть неизлечимые больные. То есть нет неизлечимых болезней, есть неизлечимые больные пациенты. Соответственно, все есть в наших пациентах абсолютно. Только ему нужно объяснить, что у нас не делается практически нигде, как изменить свое отношение к тому, что находится вокруг меня. Значит, кроме этого, я думаю, что каждый может вспомнить ситуацию, когда, проснувшись утром, он помнит, что он очень много чего интересного видел в своем сне, начинает вспоминать, что же там происходило, ему на ум приходят какие-то схемы, какие-то геометрические фигуры, какие-то символы, совершенно непонятно ему, и начинает удивляться, как же это складывалось в тот образный ряд, который я видел во сне. Значит, есть некие тонкости нашего сознания. Вот всем это сейчас известно. Наше правое полушарие отвечает за логическую интуицию, левое за логическое мышление. Значит, и есть некая уловка, которая дает нам некая возможность в работе с людьми. Логика, она имеет некую инерцию, она включается несколько позже, чем образное мышление и интуиция. И многие экстрасенсы и люди, которые работают с энергиями, они этим как раз и пользуются, потому что первая приезжающая информация – это самая правильная информация. Каким образом это произошло? Все знают о библейскую историю, как рухнула Вивилонская башня. Там строили-строили ее, вдруг она рухнула, и все стали друг друга не понимать, и появились разные языки, и появились некие сложности. Что такое Вивилонская башня? Все знают, что люди строили некое сооружение, чтобы забраться на небо. Башня рухнула, люди были не готовы, или пока строили башню, они еще более чего-то сделали, не того, что надо. В эти времена люди общались, не было вербального общения, было общение невербальное. И, соответственно, в этот момент произошло то, что люди утратили этот дар Божий, и им пришлось изобретать некое средство для общения. Вот таким образом стало развиваться левое полушарие больше, которое взяло на себя большую роль для того, чтобы интерпретировать ту информацию, которая приходит человеку, которую мы воспринимаем нашим правым полушарием, и необходимо было интерпретировать для того, чтобы друг другу объяснить, что же происходит. Ну, кроме того, тоже очень распространенные, известные вещи, я ничего такого сверхнового не говорю, то, что часто упоминается, Библия начинается со слов, сначала было слово, и... Да, слово было у Бога, извините, слово было у Бога, и слово было у Бога. Это Евангелие, это не Библия. Да, спасибо большое. Это Библия, она состоит из Ветхого Завета и Нового Завета, да? В любом случае, в Новом Завете и Евангелии, то есть... Да, значит, скажем так, что вот мы просто не всегда вдумываемся в то, что произносим и то, что звучит. Дело в том, что сначала было слово. Слово было у Бога, и слово было у Бога. Мы всегда говорим, что... Мы всегда думаем почему-то, что слово было одно слово, просто вот слово Бог было. И все. А на самом деле это не так. Это говорит о значении слова произнесенного, о значении. О значении мысли, о значении информации. То есть слово это информация. Значит, была информация, которая была творцом. И это сейчас то же самое. Слово творец. Но мы пришли к тому, что мы не задумывались о том, что говорим. И не задумывались о том, насколько сильно это слово разрушает окружающий мир. Негативное слово. А позитивное слово восстанавливает этот мир. Но приведу просто тоже такой пример. Когда я только-только первые годы работала в целительстве, у нас были такие школы, такие практики, когда, опять же, все помнят Уиле Геллера, который гнул ложки на расстоянии. А чем он гнул? Он мыслью гнул. Он думал об этой ложке, что она мягкая, что она расплавляется, растекается, она сгибалась. И мы, простые люди, собирались на семинары. По 40, по 50, тогда по 60 человек. Каждый приходил с ложкой. Причем говорили, не приносите штамповку, приносите литую ложку, которую трудно согнуть. Я на этот семинар приходила со своими двумя детьми. 11 и 8 лет. И мы, нам единственное, что сказали, никакого гипноза, ничего. Потому что у нас любят говорить, что по стеклам, по огню. И на стульях лежат только люди под гипнозом. Совершенно неправильно. Потому что у нас такие есть резервы. Человек совершенно спокойный, он просто уверен в том, что он прекрасно все это сделает. Человек идет по поясу, огонь горит, у него волосок на ноге не сгорит. Такая сила в нашей вере, вере в себя. А потому что мы есть частицы Бога, и мы должны верить в себя, как в Бога. Но не вознося себя над всеми, потому что все мы Божьи частицы. Поэтому вот когда человек один заявляет, что он лучше всех, это, по крайней мере, удивляет. Значит, и, соответственно, вот об этом семинаре, да, нам единственное, что говорили, думайте о ложке, что она пластилиновая. Мы все эти ложки согнули и загрутили в спираль. У меня восьмилетняя дочка это сделала. Вот представьте, какая сила мысли у нас. Поэтому я просто призываю всех, соответственно, и себя тоже, потому что я тут не ангел, соответственно, необходимо задуматься о каждом произнесенном слове. То есть, если таким образом, так легко мы можем изменить структуру материала, как сильно мы можем изменить наши тонкие тела. Значит, и каким же образом прийти к позитивному мышлению, потому что эмоции нас обудевают, разные мысли, разные формы, разные желания. Как с этим справиться? Как принять ту несправедливость в мире, и то, что у меня в жизни происходит куча всяких разных проблем? Я с которыми сталкиваюсь, и постоянно я впадаю в эти эмоции и переживания. Опять же, как узнать о себе получше? Значит, я как бы для себя выбрала определенные практики, я могу этим поделиться, если кому-то это интересно, они могут присоединяться, кто-то найдет свои. Значит, я занимаюсь на своих семинарах с своими пациентами тем, что мы обязательно работаем в контакте, у меня пациент на сеансе не лежит и не отдыхает. Он все время в контакте, он постоянно отвечает на вопросы. Причем, после задания вопроса, значит, я объясняю человеку просто, что первые три секунды приходит идеально правильная информация. И если человек начинает думать или задумывается, или долго отвечает, ему тут же должен пойти другой вопрос. Тогда вот первая пришедшая информация, она идеальна. Значит, работаем с образами. То есть, когда я нахожу какую-то проблему в теле, боль в теле, человека я сразу тоже объясняю, что у нас нет слова «боль». У нас есть образ. Вот мы идем по полу, да, наступили на иголку, наступили на стекло. У нас вначале возникает, что я на что-то наступила определенное, да, вот я на стекло там наступила или на что-то. А потом мы уже смотрим, что же так. То есть, а также здесь приходит первичный образ. Этот образ где-то записан в правом полушарии. При каких обстоятельствах мы еще можем не знать. Но судя по тому, в какой зоне эта проблема возникла, организма, мы уже можем это связать с определенными нашими зонами, которые есть знания, значит, наука сейчас это называется, психосоматика. То есть, мы можем выйти, чтобы подвести человека к какому-то там воспоминанию. Но в любом случае, вот я рассказывала пример со сном, что мы не знаем, каким образом что-то записалось у человека в информационном его поле, на подсознании. Ну вот выходит такой образ. Опять же, мы не рассуждаем логически, не копаемся, что и почему. Очень часто человек, при том, что мы выходим на этот образ, он вдруг вспоминает, начиная, какую-то ситуацию из жизни. Или просто какую-то ситуацию. Очень часто люди вылетают в прошлое и вылетают в прошлые жизни. То есть, мы работаем здесь, человек может увидеть какие-то обстоятельства, какие-то трагедии в этой жизни. И увидеть, кто причастен к этой трагедии. Он увидит, может, причину. Но, естественно, если человек увидел, что кто-то его обидел, то я считаю своим долгом показать человеку, где и когда он этого человека обидел. А для этого часто приходится не ограничиваться этой жизнью. Мы выходим в следующие жизни, где человек просто видит, каким образом он был несправедлив по отношению к тому, кто несправедлив к нему сейчас. Как говорится, нынешнее наше воплощение – это следствие предыдущего, и причина следующего. Поэтому, значит, человек просто… Моя задача – привести человека к тому, чтобы он осознал свою ответственность перед собой. Это в первую очередь. И это очень мощный стимул к тому, чтобы повернуть свое сознание на позитив. Гораздо легче после этого принять какие-то неприятности в жизни каждому человеку. Когда он видел примеров масса просто. То есть, если у девушки не складывается отношение с отцом, а она видит, что когда-то, будучи в монастыре, по каким-то религиозным представлениям просто своего друга, это тоже мужское было, мужское воплощение, просто убило папу. Для нее это было такое эмоциональное переживание, и через пару месяцев я ее встретила, она сказала, что у нее отрегулировались отношения с отцом. Огромный очень опыт этих примеров, можно говорить тут часами. Я просто сказала конкретно по сути, что это все очень просто. И задача, например, у моих семинаров не только дать техники, а дать знания всем моим ученикам, чтобы они не просто сами знали и пользовались, а чтобы они умели своим пациентам эти знания передать. Вот это задача. Значит, у меня в предтече на следующий год три семинара, два семинара по практикам реинкарнации, и один семинар по мышечной энергоинформационной коррекции, который как раз позволяет через тело выходить на подсознание и убирать память о болезни из подсознания. То есть мы убираем это из тела. Человек, когда видит, что этот образ ушел из тела, у него там идет облегчение, у него восстанавливаются все процессы, потом мы восстанавливаем энергопотоки в центре, что никак не связано с корпоральными меридианами. И, значит, соответственно, вот через то, что им дается знание о том, что нужно перестраивать свое отношение к тому, что с нами происходит в жизни, значит, человек восстанавливается. И я так скажу, что когда вот я работаю таким образом, я не всегда приношу к себе только пользу, я имею в виду материальную сторону, потому что люди выздоравливают, а они не возвращаются к себе. И когда встречаешь через сколько-то лет человек, он говорит, да я забыл уже об этих проблемах, то это меня радует, но это не радует мой карман. Уверяю вас, но я все равно счастлива. Спасибо. Вопрос можно? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, вот хирурги, когда они лезут в брюхо и оперируют, они говорят о стерильности, законы стерильности соблюдают. Как вы, когда вы лезете в психику человека, лезете в то, что вы вызываете кармы, соблюдаете стерильность? Спасибо большое за вопрос. Потому что вопрос как раз вот то, что я упустила сказать. Чем отличаются те техники, которыми я занимаюсь от остальных, от многих? Что такое духовная стерильность для вас? Ну, я как бы не задавалась таким вопросом. Я не специалист по терминологиям, так что вы, наверное, сами лучше об этом расскажете, что она для вас. Значит, задача, и я этому обучаю абсолютно всех своих пациентов, задача научиться работать на полном эмоциональном нуле. То есть мы никуда не лезем совершенно. Я работаю совершенно, нет предвзято. Мне все равно, что увидит тот пациент. Я не смотрю никакие образы. У меня у всех пациентов, значит, какая-то степень видения, чувствования включается. И все, что возникает, это только образы пациента. Я никуда не внедряюсь. Тем более на просмотрах я никогда не иду в будущее, потому что будущее многовариантов мы, я не считаю совсем этичным это делать. И если вдруг подсознание пациента считает, что нужно этому человеку показать что-то ему в позитиве, тогда подсознание само это делает. И как бы техники, с которыми я работаю, это как бы возможность выйти на сотрудничество с подсознанием. Подсознание не будет с нами сотрудничать, если оно будет нас подозревать в нечестности и в том, что мы хотим какие-то поставить кодировки или какие-то там посторонние внедрения в тонкие тела человека сделать. Как Вы относитесь к месту в Евангелии, когда Христос пропознил слепорожденного? Да, да, да. Господь, его ли кто вина? И Иисус отвечает, что вина, ничья вина, он слеп для того, чтобы показать силу мою. Во славу Божию. Во славу Божию. Вы тогда в карму лезете, там все эти силы. Я в карму не лезу. Понимаете, дело в том, что эта ситуация не доказывает, что не было перевоплощений. Во времена Иисуса Христа, значит, верили в перевоплощение, Иисус ничем от этого не отличался. Извините, в Библии на каком Вселенском Соборе вычеркнули понятие инкарнации? Эти документы все есть. Это не тайно. Это когда-то было тайно. Сейчас это все известно. Документально. Значит, это, опять же, да. Вы предлагаете писать обратно? Я не предлагаю, потому что, как бы Библию никто не правил, извините, наша жизнь не поменяется от этого. Не поменяется. Поменяется только из-за того, как мы будем к ней относиться и какое сознание будет у нас. А если кто-то, кто, извините, даже к вере не имеет отношения, взял и переписал, так сказать, в урок всем будущим поколениям, значит, это не значит, что не было прошлых жизней. Это видят все. И есть очень много исследований. Десятки тысяч людей, которые побывали в клиническом состоянии, по ту сторону. И эти люди подтверждают наличие того света. Они подтверждают, что там есть жизнь. Вот, кроме этого, значит, вот все, наверное, читали Моуте, да, «Жизнь после жизни». Значит, он сейчас пишет книги, он пишет, что он не верил в реинкарнации, он сейчас стал это исследовать очень внимательно. Есть целое научное направление в мире, которое непосредственно этим занимается. Это только наша страна отстает. Вот, действительно, научные исследования проводятся, много публикаций. Они официально выпускают свой журнал научный на эту тему. То есть это, как бы, не будем вам все знать, потому что кто правил Библию и когда, слава Богу, что мне очень сильно исправили. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...